Работа десяти юных художников из Серпухова будут представлены в этапе областного творческого марафона «Железнодорожная мозаика». Тема социального конкурса – одна из самых злободневных на сегодняшний день. Профилактика травматизма на железной дороге. Со школьниками, создавшими убедительные образы, рассказывающие о проблеме зацепера, встретилась наша съемочная группа. Прыжок. Ты зацепился за пояс. Чувствуешь адреналин в теле. Ты не знал, это последний заезд. Ты не вспомнишь уже, зачем это делал. Ты оступился, последняя в жизни ошибка, лишь ты в этом был виновен. И теперь твоя душа и улыбка не будет уже двоих послесловий. Первые 13 секунд видеоролика и все уже сказано. Его автор, старшеклассник седьмой школы Артем Болдин сумел выразить самое главное – назад дороги нет, дальше ничего, только темнота и тишина. Да, это все весело, весело, но в какой-то момент их жизнь очень быстро обрывается. Я думаю, не стоит цепляться за адреналин или быть там крутым каким-то, чтобы на поездах кататься. Я думаю, просто стоит быть собой и жить нормальной жизнью. Среди знакомых Артема нет зацеперов, рискующих своей жизнью непонятно ради чего. Но его одноклассники созданный видеоролик уже посмотрели и оценили. Если хотя бы одного из его ровесников увиденное остановит от рокового шага, это будет для школьника самой большой наградой. А пока ему, как одному из десяти победителей, первый этап областного конкурса социальной рекламы вручен диплом и набор сувениров с логотипом города Серпухова. Я уже должна знать теперь город, герои. Спасибо большое. Поздравляем. Наиболее активно, конечно, нужно сказать, что приняла участие эта учащаяся художественная школа, исками реабилитационного центра, воспитанники и также учащиеся образовательных учреждений города. В конкурсах социальной рекламы Артем участвует не впервые. Школьнику просто интересно заниматься творчеством. А вот в основе рекламного плаката, который создали Ирина Кудрова и Карина Мазалевская, был конкретный трагический случай. Ехали они на крыше, и получается, что так, что они ехали, и он, чтобы поезд поворачивал, и чтобы он не упал, он зацепился за провод. Его ударило током, то есть 3000 вольт, но он выжил, ему все обошлось, и все нормально. Только вот у него остались очень страшные шрамы на теле. Ему еще повезло, потому что он остался жив. Участники конкурса надеются, что к их словам, рисункам все же ровесники прислушаются и не сделают тот самый роковой шаг, после которого только наступает тишина.